Твою мать! Роман, надеюсь, ты не против, что я заехал к тебе домой на автомобиль? О, господи, боже мой! Этот чувак просто охреневал от того, что происходит! Ох, ребятки, и сколько раз вы мне писали по поводу данной модификации, сколько я её ждал! И это очередной повод вернуться в GTA 4, друзья! Как вы видите прямо сейчас уже из главного меню, а я напомню, что здесь перемешано всё! И как только я запустил игру, вместо стандартной музыки у меня играл какой-то джингл с радиостанцией в этой игре! Добро пожаловать на самый лучший мод для GTA 4 под названием Randomizer Rainbomizer! Вы знаете, что он из себя представляет? Полностью рандомная игра! Перемешаны миссии, перемешаны оружие, перемешаны звонки, перемешаны катсцены, перемешаны радиостанции, перемешаны читы! Вообще всё перемешано, то есть автору огромный респект! Если вы захотите попробовать свои силы в данном моде, ссылка на него будет в описании! И самое главное, перед тем, как ставить аси-лоудер, ставьте, пожалуйста, обычный аси-лоудер, не x64! Ну что ж, а я начинаю новую игру, и пока заранее, благодарю вас за ваши лайки! Не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно! Итак, Литл Джейкоб тут уже начинает разговаривать! Слушай, мне не терпится уже посмотреть на Randomizer мод для этой игры! Стартует новая игра! Да, вижу, что Радуга тут работает, значит, Rainbowizer запустился! Окей, это круто! Давайте смотреть! Кузены Белики называется миссия! Ну, начальную катсцену давайте мы пропустим, да, несмотря на то, что там, конечно, персонажи меняются, хотя... Я здесь, чтобы увидеть мистера Гравельли! Слушай, Нико, ты как-то немного изменился, и вообще... Мне раньше казалось, что GTA 4 явно не с этого начиналось! Итак, едьте в Grand Easton Terminal! Окей, у меня аж игра маленько фризить начинает! Что происходит? Ни хрена себе! Слушай, такого трафика, по-моему, даже в GTA Standress не было! Кто-нибудь помнит вообще? Окей, народ, охренеть, у меня сейчас картинка тормозит! Нет, у вас, наверное, на записи всё будет круто, но... Это проблема всё-таки GTA 4 уже! Итак, дай мне, пожалуйста, сюда свой авто, братан! Всё, поехали нафиг отсюда! Я, к сожалению, очень мало знаю про четвёртую часть, но могу сказать только одно, вот если б я... Так, лодки, кстати, в этот раз более-менее хотя бы гоняют по дороге! Напомню, что в каком-нибудь рандомайзере на GTA Standress или на GTA Vice City этого не было! Так вот, я, к сожалению, не знаю ни одного чит-кода в GTA 4, чтобы проверить рандомайзер, да? Но они через телефон активируются, это единственное, что я помню! Мы с вами будем смотреть здесь в основном именно на вот главную часть, да? То есть вот первая миссия у нас с вами такая будет! Окей, так как у меня сейчас идёт миссия на Джона Гравелли, это означает, что, как бы, финал игры, да, уже? Маленькая проблема, у меня нет оружия! Да, посмотрите на этот трафик, народ! Жесть! А ведь есть люди... Вау! Я впервые, кстати, такое авто вижу! А есть ведь люди, которые... Что это за хрень, господи? А ведь есть люди, которые по-любому прошли таким образом GTA 4! Но вы же не будете меня заставлять это делать, правильно? А, кстати, ещё! Этот рандомайзер-мод, помимо того, что работает на основную сюжетную линию, он ещё работает на эпизоды From Liberty City, да! Я не знаю, какое тут должно было быть авто, но это круто! Здорово, лысачок! Нико, Нико, ма-мен! Чё-то там, короче, Нико говорит голосом Литл Джейкоба, а этот говорит... А потом он говорит голосом этой, Мишель, или как её там... Подберите Бобби Джефферсона! Садись! Ой, Бобби Джефферсон, всё с тобой понятно! Ой, мне нравится эта машина конвоя, мало того, что в неё можно врезаться, поскольку она невидимая, так ещё... Подожди, а почему за мной полиция едет, я не понимаю? Это что за херня такая? Знаете, по-моему, эта модификация ломает привычное представление о всех рандомайзерах, которые мы видели до этого. Катающиеся головы по Либерти Сити, это явно нечто новое. И, кстати, с этой модификацией нужно быть осторожным в одном плане. Автор написал то, что рандомится любое транспортное средство, даже которое связано с сюжетом. Но он написал о том, что, возможно, появятся какие-то фейлы в этом случае. То есть, убедитесь, что машина подходит вам для выполнения задания. Да блин, охренеть, что происходит? Вот, вы посмотрите, что полицейские делают? Они в этом моде просто рандомные тачки вламывают, а потом уже едут нас убивать. Маленькая такая проблема. Я раз, что у вас тут засада, но это, у меня оружия-то нету. А как мне эту миссию тогда проходить? Можно я какое-нибудь оружие достану? Вот, например, у тебя, брат. Брат. Это, по-моему, обычные какие-то бандиты. Здесь разве не челы какие-то бронированные должны быть? Или хрен его там знает? Слышишь? Нико. А, молодец. Я не знаю, как я должен проходить эту миссию. У меня просто оружия здесь нету. Ну, вот знаешь, к такому меня точно жизнь не готовила. Я считаю, что это сейчас самый лучший рандомайзер-мод, который я просто видел в своей жизни на GTA. Но, единственное, я не знаю, есть ли такая модификация на GTA 5. Но, по-моему, нет. Вот есть хаос-мод там, но, по-моему, рандомайзера нет. И, да, это пока действительно лучшее, что я видел в своей жизни в этом плане. Я предлагаю получить оружие не самым лучшим способом. Я сейчас предлагаю задавить вот этих полицейских и забрать с одного из них просто пушку. Почему бы и нет? Но только из-за того, что он полноват. Здорово, Шамал. Не знал, что ты у нас тут по городу будешь гонять. Я не могу этого сделать. И, я так понимаю, мне не хватит ХП, в частности, для того, чтобы потом свалить отсюда Нико. И вот совсем я забыл про вертолеты, которые должны быть в данной модификации. Слушай, а может я стрельну тогда у тебя вертолет, да? Здесь же полицаев нигде нету. Хотя они тоже могут находиться в абсолютно рандомной тачке. Брат, пожалуйста, мне для доброго дела это нужно, уходи. Я, кстати, перед тем, как запустить данный мод, еще посмотрел видос у Хьюга Уана. У него какого-то хрена у персонажей были огромные головы. Но я не знаю, это какая-то модификация, которую он поверх игры ставил. Либо у меня просто этого не произошло во время данной модификации. Я видел в детстве, как мой отец бил мою мать. Мэлори, а что насчет тебя? Ты в порядке? Мне иногда реально кажется, что, несмотря на то, что реплики зарандомлены в подобных модификациях, они все равно имеют какой-то смысл. И знаешь, каждый раз ты можешь посмотреть на игру под абсолютно любым другим углом. Более интересным, что ли. Кстати, вот раз машина конвоя нормальная. И плюс сзади у нас тоже тачка нормальная. Так что миссия более-менее походит уже на оригинальную. Реплики, кстати, смотрю, здесь перемешаны. Мало того, что с, ну, так скажем, с обычного открытого мира GTA 4, так еще и тут телефонные реплики появляются время от времени. Что он сделал? Это он сигарету выкинул или что? Ну, не суть. Ладно, здесь сейчас будет аптечка. Это то, что мне нужно как раз-таки. Так, давай сюда. Во! А теперь я спокойно смогу пройти эту миссию, просто потому что я... Да, я запас хотя бы MP5 здесь. Камон, хоумис. Слушай, так с ними расправляются эти обычные челы. Я, наверное, мог бы здесь просто спокойно посидеть и ничего не делать. Они бы все сделали за меня. Так, понял. Зато по мне попадают. Нужно, кстати, с них тоже подбирать патроны, потому что к такому я явно не готов в следующий раз. Миссия кэмзерандомится, может, не знаю, финальная будет в следующий раз. И все. Так, что-то я это... Целиться даже перестал. Братан, отваливайся, пожалуйста. Физики здесь, конечно, 10 из 10. И ты отваливайся. Так, там еще подкрепление подъехало. Что это вообще за местные бандиты? Вы знаете, тут по-любому будут люди, которые прям шарят именно за GTA 4. Вот вы мне подсказывайте, пожалуйста, что это за челы. И вообще, какие тут должны быть. По-моему, тут реально должны быть какие-то бронированные солдаты. Ну, может, память уже на самом деле подводит. Ладно, не суть. В общем, последний остался там ты. Братан, пожалуйста, выходи. Блин, что у меня с чувствительностью в этой игре? Во, во! Молодец! Здесь Камакаси, 13-й район. Нифига себе у меня тут просадки фпса пошли. Слушай, надеюсь, на записи такого нету, потому что прога показывает 60 кадров. Не, я понимаю, почему просаживается. В GTA 4 на ПК и так была не самая лучшая оптимизация. Думаю, согласны. А теперь представьте то, что весь мир просто зарандомлен к хренам собачьим. Слушай, а я надеюсь, что в этой миссии можно от них, ну, просто типа свалить, да? Их же не обязательно именно убивать? Да, да, это Бобби Джефферсона в безопасное место. Он играл как животное онлайн, в клубах, где угодно. А каждый день, что мы проживаем, у нас появляется новый багаж. Это ничего не значит, девочка одинокая, когда ее мужик внутри длинного времени. Я просто маленький перемыслитель, но мы должны сделать гайд через каменную воду. Что я несу? Я не успеваю это просто переводить, осмысливать и так далее. Это рандомайзер-перевод, короче. Не важно, что ты скажешь. Человечество, это ты. Возможно, в следующий раз мы посмотрим на них. О, да. Я не работал тяжело для того, чтобы проспойлерить победу. До свидания. Ну, короче, вот такая была первая миссия. Это был мой пролог. Как видите, я уже использовал очень необычную тактику, да, для прохождения этого... Твою мать. Роман, надеюсь, ты не против, что я заехал к тебе домой на автомобиль? О, боже, что происходит? Слушай, я сейчас единственное боюсь, что игра просто крашнется в один определенный момент. Все, звоним Роману. Из тачки-то можно вылезти? Да. А это нормально, что она здесь будет, да? Окей. Короче, давайте выполним еще одну миссию. Только нужно прибыть в таксопарк Романа. Короче, как вы понимаете, несмотря на то, что здесь есть мишен-рандомайзер, да, вас все равно возвращает в точку, где должна проигрываться финальная катсцена именно в оригинальной миссии. Соответственно, вам нужно потом идти на маркер стандартной второй миссии, да, и только после этого что-то изменится. Окей, пойдемте до таксопарка прогуляемся. А, и самое главное, если вы шарите в конфиг-файлах подобных рандомайзер-рандомайзер-модов, да, то вы можете сами настраивать или там даже включать-отключать, где нужно, где не нужно, эту модификацию. Все находится в файле рандомайзер, по-моему, да, и там можно все настроить. Итак, давайте посмотрим. It's your call называется следующая миссия, но на деле, что мы имеем. Я хочу посмотреть на персонажей в катсцены, говорят, они тут могут быть прозрачными. Классно, это какая-то там туса была у той толстой женщины, да, и я забыл просто, как она называется. Ну да, короче, музон. Ты знаешь Романа, он вешается от всего реального. И ты говоришь о том, что твой отец бил твою мать в детстве. Чувак, у вас тут в рандомайзере у всех, по-моему, проблема какая-то семейная. Я, кстати, заметил то, что в этом моде больше всего реплик используется именно Романа и Литл Джейкоба, ну и Нику. То есть, например, Дмитрий ничего не говорит, Фаустин ничего не говорит, чел из ФБР, ЦРУ, откуда он там, ну вы поняли, тоже ничего не говорит. Он опять повторяет эту реплику? Что с ним не так? Слушайте, по-моему, тут ограниченное какое-то количество реплик, которые только может появиться. Простите, копы, я не знал, что вы на огромном шлакоблоке тут катаетесь. Спокойно, спокойно. Что вы делаете? Я ж пошутил, блин, отстаньте. Не, нормально, да? Сначала они катаются на шлакоблоке огромном, потом они еще и на нас с плейбоем огрызаются. Добрый вечер. Просто добрый вечер. Это уже не GTA 4, это уже какой-то Silent Hill, я вам говорю абсолютно серьезно. Я не видел половины всего трафика, что попадался мне на данный момент. Наконец-то, кстати, реплики Дмитрия Раскалова появились. Так, ладно, окей. Значит, сделка на третьем этаже. Здорово, мужики. О, это же, это же он. Это же сам Джонни Клебец. Что у нее с лицом? О, господи, боже мой. Слушай, Джонни, мне кажется, тебе не помешал бы пластический хирург. У тебя явно лицо, как у, не знаю, какого-то аниме персонажа. Здорово, мужики. О, Нико пришел на стрелку с битой. Вместе с Владом. Охренеть, что у него с глазами? Что? Что у вас у всех с лицами, ребят? Серьезно? Ха-ха-ха, этот чувак просто охреневал от того, что происходит. О, отлично, банда этого оказалась в итоге LCPD. Так, ну все, давайте стрелять. В общем, по факту мы сейчас стреляем, получается, что, по ключевым персонажам? Не понял. Отваливайся, чел. Ооо, если что, плейбой сам себя поджег. Я в этом не виноват, я к этому не причастен. Чувак, если ты умрешь, виноват ты один. Через какое время тут молотов перестанет гореть? А, так знаешь, почему молотов-то? Тут же этим придуркам тоже выдается рандомное оружие, как и в случае с Сан-Андресом было, помните? Ну, окей, короче, мы сейчас гасим, я так понимаю, этих сюжетных персонажей, хотя... Слушай, нету чела из LCPD. Мужики, у меня там плейбой горит. Ну это, вы пока тут, да, со мной поразвлекаетесь маленько. Слушай, там еще один какой-то чувак остался. А, показывало, что он ниже находится. Кузен Нико, бла-бла-бла-бла, не хочешь прокатиться с Романом? Нет, чувак, ничего, я не хочу. Когда челы сват нападают на тебя с ножиком, у тебя есть... У тебя, знаешь, у тебя настроение сразу просто в плюс уходит, потому что они не могут тебе ничего сделать. Окей, у нас еще на крыше будут челы. Не знаю, какое у них тут оружие будет, но это уже обычные LCPD какие-то челы. И она, кстати, не рандомится, как в GTA Vice City, помните? Там, типа, у чела может быть снайперская винтовка, но выпадет другое оружие. Окей, понял. И теперь хотя бы с броней дело пойдет чуть побыстрее. Братан, отваливайся, я тебя прошу. Молодец. Плейбуй продолжает рассказывать о том, что он хочет поиграть в дартс вместе с нико-беликом. Любимая GTA IV никогда не устареет. Мне даже обидно осознавать то, что я ее уже, знаешь, подзабыл, да, каждый раз об этом говорю. Окей, значит, мы свалили, теперь главное уйти от полиции, да? Хорошо. Слушай, подожди, а в GTA IV же была RPG, да? Не понял. Не понял. А если бы тут, ну, реально зарандомило мне RPG у какого-нибудь сватовца? Что бы я тогда делал, по их мнению? И, слушай, ХП у меня, кстати, на минимуме. Мне что-то не хочется перепроходить эту миссию, и сейчас возникнет какая-то непредвиденная ошибка с моей стороны, знаешь. Слушай, ну я плейбой оставил здесь, я надеюсь, он не против. Просто посмотрите, сколько сейчас челов за мной одним будет гоняться. Здорово, мужики. Я уже ухожу. Подожди, а LCPD, которая присутствует в GTA IV, они могут стрелять по мне прямо во время движения? Надеюсь, что автор еще что-нибудь добавит, хотя с другой стороны, я не знаю, что еще можно рандомить в данной модификации. А, знаешь, рандомить одежду Нико каждый раз, когда катсцена, например, какая-нибудь проходит. Розовый вертолет LCPD на месте. Плейбой, садись, пожалуйста, в тачку. Я думал, мы с тобой разделились, кстати, но, видимо, нет. Давай, садись. Только, пожалуйста, не кидай больше коктейль Молотова, ты дурак, что-то сам себя не убил. Давайте еще почитаем, что тут пишут. Ты знаешь, я следил за девочкой из Европы, я нашел две, что-то там с хорошей дистанцией. Ты можешь играть, да? Эта игра хороша, да? Вообще, я хороша, а чего? Пегарина, они даже не семья. Черт, тело твоего друга, что-то там, Нортвуд. В общем, можно как-нибудь подытожить, да? Народ, модификация, так скажем, для людей на свой страх и риск. Если вы захотите попробовать рандомайзер-мод для GTA IV, просто флаг вам в руки. Надеюсь, у вас все получится. И вы сможете покататься на голубе в GTA IV. Я думаю, что ни в одном другом на данный момент рандомайзере у вас явно не получится это сделать. И если вы готовы к тому, что ваш ком будет постоянно перегружен из-за огромного количества трафика и пробок, да? То, ну, просто удачи, да? Я это говорю к тому, что, скорее всего, третью миссию в данном моде я выполнять уже не буду. Но я хотя бы посмотрю, что это будет за задание. Потому что, ну, как-то я не планировал проходить, на самом деле, GTA IV с этим модом. Подождите, что это за челы? Что вообще происходит? Нам надо... А, следуйте за идиотами Пигарина. Он приведет вас к своему лидеру. Окей. Мне нравится, что они на лодке едут быстрее, чем мы на нормальном авто здесь по дороге. Ну ладно, народ, честно говоря, мне лень сейчас проходить эту миссию до самого конца. Короче, подытожим. Это сейчас один из лучших рандомайзер модов, который просто существует, если брать в расчет GTA III, Vice City и San Andreas. Естественно, я думаю, когда выйдет рандомайзер для пятой части, я точно этого буду ждать. Я бы хотел с ним пройти игру целиком полностью. Естественно, кто захочет попробовать свои силы в этом моде, пишите потом в комментариях о ваших успехах или неудачах, что у вас там где интересно зарандомилось и т.д. и т.п. Ну а с вами был Спектр, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк на данный видеоролик, если он вам понравился. И подписались на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики выходят так-то ежедневно. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся с вами в завтрашнем видеоролике. Всем желаю удачного дня, всем пока. И заглядывайте в описание, чтобы скачать данный Райнбомайзер мод.